Привет, друзья! Готовы прокачать банки? Тогда вперед! Сегодня, друзья, я хочу поделиться с вами одним очень шикарным упражнением. Это упражнение на бицепс, и оно будет особенно полезно тем людям, у кого есть проблемы с позвоночником. Но и те, кто не испытывает никаких проблем с поясничным отделом позвоночника, с грудным, с шейным, также получат очень хороший эффект от данного упражнения. Попробуйте его и убедитесь, что оно работает. Это упражнение можно выполнять в кроссовере в тренажерном зале, но также можно работать и с резинкой, с резиновыми эспандерами, с жгутами дома. Что же это за упражнение? Давайте посмотрим. Работаем в нижнем блоке. Необходима будет лавка для того, чтобы упираться ногами. Сейчас вы увидите, я отрегулирую нижний блок, подниму его немного выше для того, чтобы трос не мешал нашим движениям. Но чем будет ниже блок, тем будет легче, комфортнее выполнять движение. Естественно, начинаем с легкой разминки. Упираемся ногами в лавку, которую мы ставим для опоры, и начинаем движение. Мощно вверх и замедленно вниз. Чем ниже, повторяюсь, будет блок, тем лучше и комфортнее будет работать. На что необходимо обращать особое внимание в данном упражнении? Посмотрите на мои локти. Они должны быть максимально, по возможности, прижаты к полу. Естественно, чем будет тяжелее вес на стеке, тем сложнее будет удерживать локти, и они будут отрываться. Но основная наша задача, друзья, удерживать локти на полу. Естественно, у кого большие трицепсы, локоть будет немножечко висеть в воздухе. Но важно, чтобы трицепсы ваши касались пола. Это движение лучше даже, чем работать в армбластере. Попробуйте, убедитесь сами. Можете делать таким хватом, можете делать обратным хватом, можно делать хватом молот. Отдыхаем и поднимаем вес немножко больше, работаем дальше. Обращаем опять особое внимание на технику выполнения. Нужно мощно поднять рукоять к подворотку, при этом оставляя трицепсы и локти на полу. И фаза негативная, как всегда, замедленная. Не забывайте, что замедленная негативная фаза увеличивает отдачу от любого упражнения. На самом деле негативная фаза, я не устаю это повторять, гораздо важнее позитивной. Если вы игнорируете негативную фазу движения, вы обкрадываете сами себя. И в росте силовых показателей, и в росте массы. Снова мы с вами добавляем вес, немножечко отдыхаем, попьем быцашек. Удобно устраиваемся на полу и начинаем очередной сет. По поводу ног. Можно держать ноги полностью прямыми. Мне удобнее, когда ноги слегка согнуты. Я больше концентрируюсь на движении. И чем больше вес, тем вы сами почувствуете, что удобнее работать с легка согнутыми ногами. Возможно, за счет легкого их сгибания, выпрямления происходит читинг. Но это только будет помогать, потому что движение действительно, при соблюдении техники, получается идеально изолированным. Вы хотите того или нет, будут целиком и полностью работать и включаться в работу только ваши бицепсы. При этом, как вы видите, нагрузка снимается абсолютно со всего. Со спины, с других мышц стабилизаторов. Пресс практически не работает. Друзья, попробуйте это движение. Не спешите сразу же начинать с больших весов и увидите его эффективность. Обратите внимание еще раз на положение рук на полу. Как можно больше должны они быть прижаты. Естественно, повторяюсь, чем большим весом вы будете работать, тем сложнее это будет сделать. Но старайтесь, потому что движение будет более целенаправленно бить именно в ваши бицепсы. Здесь, вы видите, я уже делаю рабочий подход первый. И локти у меня, естественно, отрываются. И трицепсы тоже. Но это не совсем правильно, особенно если вы только-только начинаете осваивать данное движение. Попробуйте, друзья, это движение. Вы увидите, насколько оно эффективно уже сразу же на первой вашей тренировке. Вы можете включать его в начале работы на руки, в конце. Неважно. Чередуйте. Найдите свой самый удобный сплит. И не забывайте, что особенно если вы натуральный атлет, не нужно уделять много упражнений, много внимания на руки. Особенно нет смысла тренировать руки отдельным днем. Включайте их в тренинг после базового упражнения. Лучше всего на мне срабатывало, когда я прорабатывал бицепсы с грудными мышцами, а трицепсы с дельтами. Именно тогда я мог целиком и полностью концентрироваться на работе данных групп, загоняя туда кровь и гормоны. Получал хороший пампинг. Этот сплит я подсмотрел у Дориана Ятса и долгое время придерживался его. Сейчас, вы знаете, я не скрываю, я на легкой фармподдержке. Особенно из-за травмы плеча добавлял гормон роста. После того, как вы закончите упражнение, не забудьте убрать за собой. И будет всем нам счастье и позитив. А дальше идем уже к другому упражнению, которое у вас запланировано или которое вам назначит ваш тренер. Попробуйте, друзья, поделитесь данным роликом и ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труд. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok